Девушки отдыхают 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 Хотел на лысо, денег не хватило. Когда ты не на того лего-человечка наделал, короче, в полицию. А чего? Ты была аккуратнее гораздо. Наш сегодняшний гость, который ударит вас куда сильнее, чем я, со всеми испытаниями, потому что это самый сильный и спортивный человек на ближайшие 10 квадратных метров, Алексей Столяров. Парни, какие вы красивые, ё-моё! Лёвня, ты всё-таки поспешал из комнаты. Здравствуй. Как у вас красиво, ребята. Я так и знал. Мы с тобой вообще на каждой передаче стоять теперь. Получается так. Нам сейчас надо из этой комнаты выбраться. Да, видимо, видимо. Ребят, выход там. А мне нравится, что у вас стрелочки тут для дебилов. Чтоб ты не потерялся, да. Я понял, да. Блин, как красиво у вас, ребята. Что-то тебе нравится, да? Мне прям нравится. Да, вам нравится? Умею, да, эти качки замотивировать. С нами сегодня ведущий самого популярного спортивного канала в российском ютубе. Это на ухо сказали? А мне, кстати, в ухо тоже что-то говорят. Но я никому не рассказываю. А нет, мне в ухо не подсказывали. Я просто хочу тебе польстить, чтобы ты расслаблена сядь. Спасибо. Ты очень популярный. Спасибо. И основной вопрос, который я хочу тебе задать. Давай. После этого в целом можем перестать разговаривать до конца выпуска. Так. Давай. Вот ты уже устанавливал недавно мировой рекорд. Так, точно. Я знаю, это даже не в ухо мне говорят. Да. Это у меня в карточке написано заранее. Ага, ага. 5 тысяч человек стояли в планке 30 секунд. Так. И это теперь называется мировой рекорд Алексея Столярова, да? Да. Немножечко соглашусь. Ну подожди, я тоже стоял с ними. Когда каждый раз мне говорят люди, такие, всего 30, я говорю, ну да, их 5 тысяч было. Как бы я по-другому посчитал? А если бы 5 тысяч стояли минуту, это было бы сложнее считать? Это минута. Это очень много. В общем, сегодня многие вещи будут заточены именно под спорт ради тебя. Парни, вы рады? Нет. Сатир смотрит, что это спорт, спорт. Как это пишется? Они готовились к твоему приходу, все-таки это первый большой гость. Видно. Мы проверим их знания Алексея Столярова в викторине, чтобы тебе было комфортно, в викторине с Алексеем Столяровым. Все наши трудяги только и мечтают о легком заработке, поэтому их рабочий день начнется с элементарной викторины. Перед шоу мы попросили Алексея Столярова выполнить несколько необычных заданий и сняли на камеру, как он с ними справился. Испытуемым же нужно угадать его результаты. Только вот дав неправильный ответ, они могут позеленеть. Буквально. Они получат выстрел краски в лицо. Какой стресс для молодого растущего организма. Правильный же ответ принесет один балл. Это пластилин. Леша. Так. Слушай внимательно. У тебя творческая на самом деле задача. Так. Тебе нужно из этого пластилина слепить что-нибудь, что напоминает о лете и хорошем настроении. О, это легко. Это легко. Это легко. Мало того, это настолько легко, что я даже всех остальных участников попросил это сделать, чтобы у нас было интересное соревнование. Я им всем сказал, что Леша будет лепить, и поэтому они играют в некую игру. Они слепили то, что они думают, слепил бы Леша. Лето для Леши Столярова, в первую очередь, это возможность заниматься спортом не только в зале, но и на улице. Поэтому первое, что мы сделаем, правильно, турник. Я не знаю, видит ли это камера, но подо мной лужа. И она была до того, как я сел. Это очень важно. Как ты думаешь, чай от лужи? Жарахов. Сначала мы делаем солнце, пляж, море. Что это такое? Я даже не знаю, с чем сравнить. Отходы нефтяной переработки. Ой, какой пластилин прикольный. Как будто зефирка. Он сведомный? Конечно. У тебя лето с чем ассоциируется? Солнышко, зеленое поле с цветочками, водичка голубенькая. То есть ты целый пейзаж будешь лепить сейчас? Нет. Сейчас я попробую сделать чуть красиво. Может быть, даже у меня получится. Он тебе голову принесет? Здесь будет твоя работа и то, что слепили ребята. Вы готовы, надеюсь, свои шедевры увидеть? Да. Только не палить свою работу, Леша. Простите, пожалуйста, а это что? Это камни. А сперматозой тебя не смущает? Типа, да? Типа, сперматозой тебя. У тебя это не ассоциируется с летом? Сперна? Семейный телеканал. Самое главное, сейчас посмотрите на эти 7 вариантов. Какой из них, по вашему мнению, слепил Алексей Столяров? На самом деле, мегаинтересно, что ребята думают. Это потому, что ты забыл, что сам слепил? Ведущий, важный вопрос. Цифру или рисовать надо? Цифру. 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 И правда, какой-то класс коррекции. Простите, у меня ручка не пишет. А, другой странный. Старый списал у меня, отвечаю. Конечно. Объяснять мы не будем свои варианты. Да, объясни, пожалуйста. Штолкачок, лето, солнце. То есть твое объяснение – это оскорбление человека, да? Нет. Я такой любовью это сделал, ты сейчас не заметил? Ребята, вы единогласны поразительно. Давайте посмотрим, что на самом деле слепил Алексей Столяров. Во, готово. Все, это мое. Ты в этом видишь лето? Да. И что-то хорошее. Счастье и радость. Ну, реально. Все угадали? Да. Да. Все угадали? Девятиконечное солнце с розовыми глазами и улыбкой. Окей. Поздравляю. Это большая проблема для шоу, где я шоураннер, потому что я не могу сейчас не нажать ни одну кнопку. А если… Я за голову ел! Я за голову ел! Вы все получаете… Никак! Так, ну ладно. Так-то норм. Так, все, мы пока не будем. Нам нужно было продемонстрировать, что это работает. Это работает, очевидно. Выиграли. В целом вообще, окей, воняет. Да ладно. Но есть смысл в этой викторине. Может, просто в нас выстрелят? Это мега-крутой шоу! Нам не надо. Ты теперь сквозь баб. Мне в рот попало. Ну, ребят, самое хорошее. Вы же все по баллу получили. Алексей, перед тобой пазл. Покажи его, пожалуйста. Вот, написано для малышей. И написано, что крутые детали для маленьких пальчиков. Тебе сейчас нужно будет на скорость собрать пазл. Слушай, сложный пазл. Я так и не отгадывал. Так. Сколько времени он потратил на сбор детского пазла из 24 элементов? 10. 10, помноженное на Т. 600 секунд, получается. А ты мог написать 600 секунд? Нет, я хочу казаться умным. Так, Юра, ваш вариант ответа. 7 минут, 24 секунды. 7 минут Андрей Прокофьев считает. 83 минуты, по мнению... 83 минуты? Леш, я очень надеюсь, что я тебя не переоценил. 133 секунды. Это получается минута и где-то еще 13 секунд. Ой, твой, 2 минуты! Алексей, ты точно переживаешь? Переоценивает он тебя или недооценивает? Сатир. 6 минут, 30 секунд. Все так. Давайте посмотрим, как же справился с заданием Алексей Столяров. Мы внесем небольшое усложнение. Мы еще надеем на тебя два электрошока. Итак, время пошло. Раз. А-а-а! А-а-а! Не повышай! А-а-а! Все, 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 ребят, все. Пожалуйста. 2 минуты 20 секунд потребовалось. 10 секунд, 7 ошибся. 7 секунд. Раз, два. А-а-а! Почему не я опять? Да-а-а! Не сработало. А чего это? А есть в конкурсе угадать, что это такое? На вкус, как молоко, снизу хлопив. Он угадал. Я думаю, это заслуживает дополнительного балла. Поэтому давайте добавим 1 балл Эльдару Джараху, который максимально пробил вариант, насколько он мог. В его случае 7 секунд это, простите. Браво! За 7 секунд. Ну и за обостренные вкусовые рецепторы на краску тоже накинем тебе балл. Балли! Леша, задание будет достаточно простое. За 15 секунд тебе нужно выпить столько, сколько сможешь. Своим ртом? Или ртом пяти тысяч людей. Ребят, у меня рекорд был. Я баклаху пива выпивал с пацанами за 13. Раз, два, три. Странно будет просить вас написать, сколько он выпьет. Поэтому у вас есть специальный реквизит. Мы заготовили именные бутылки. Эльдар, это без сахара. Если никто не знает, у Эльдара есть тяжелое заболевание, о котором стоит все-таки говорить даже на таких. Он рэпер. Я рэпер, можно ли фиолетовую бутылку? А у меня то, что я думаю, надеюсь? Все нормально, весь сахар у тебя. И он забродил. Вы должны выпить столько, сколько за 15 секунд успела выпить вот эта машина. Итак, время пошло. Смотри, как Эльдар пошел, ребята! Эльдарка-то начинает мочить просто жуеть! А что же вы делаете? Офигеть! Ну Юра кого-то проигрывает. Хотя на Юру ставки были. А он пьет, музыка кончилась, а не пьет, какого черта? Пурум-пурум-пурум! Э! Действительно у нас старый сатир. Это рекордсмены по впитыванию влаги, что уже повод для гордости, видимо, для них каким-то образом. А чего вы гордитесь-то? Так, меньше всего у нас у Дани Крастера. А воды? Мне кажется, Юра ближе всех. А нету никакой его бутылки? Это просто он сейчас так глаз вот так говорит? А есть его бутылка. Леш, молодец, молодец. Ай! Да! Давайте посмотрим, как это было. Вообще, старый, мы с тобой погибли ни за что. Я точно не умру после этого? Все. Все? Как ты оцениваешь свой результат? Ну, я человек пьющий, поэтому слабовато. Даня Крастер, получается, ближе всех, потому что... Вообще ровно. А Юры же тоже нет. Старый самый пьющий, это видно, да? Я самый пьющий. Ну, давайте честно, самый пьющий я. Пьющий что? Пьющий за что? Мы пьющий за любовь. Даня Крастер хотел сказать, как... Ой, хорошо! Как он догадался, сколько выпить. Как мне нравится это шоу. Мы со старым просто повелись на то, что он говорил, я выпиваю пиво миллион. В общем, давайте поздравим Даню Крастера с баллом. Молодец! Вы с достоинством прошли тест на знание Алексея Столярова. Впереди вас ждет много интересных конкурсов на Клик-Клак-шоу. Раз, стоп! Морячок попай. Раз, стоп! Голова отлетела! Я же точно сильнее ударил, чем вот это сейчас было. Ильюш, эта техника подвела. Да елки-палки! Что ж, что ж, мы пытались проверить ребят на знание нашего гостя Алексея Столярова. И было на удивительно посредственно, я бы сказал. Нет, неплохо. Да тебе все нравится просто. Так на их лица посмотри. Нет, нуля. Круто, все набрали баллы, это шикарно. А что-то я твоих баллов не вижу. Фу! Такой замер ты сегодня. Давайте все вместе. СМЕХ Подожди, это не считается планкой-то? Это самая массовая фу в планке в мире! Фу! Фу! Леша, вот как ты думаешь, у тебя тренированный глаз тренера? Так. Кто из ребят в лучшей физической форме? СМЕХ Андрей Старый. Чего? Стоп! Какая-то ревность. Ревность пошла. Не важно, что думает о вашей физической форме конкретно один Алексей Столяров. Он, возможно, иногда в жизни ошибается, поэтому мы сейчас проверим, кто из вас в лучшей физической форме в жеребьевке для первого большого конкурса. В этой жеребьевке все очень легко. Если испытатели хотят иметь больше шансов остаться невредимыми в следующем задании, то им нужно как можно сильнее ударить по силомеру. Где вот это по пьяни, дай в мажу. Чем слабее результат, тем позже придется приступать к челленджу. С кого мы начнем? По порядку. По порядку? По понятиям? По порядку. Давай, Илюша. И-юша, 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 и-воечка, и-ша. Илю, стой! СМЕХ Все нормально, так и было! Я взял, там и положил. Молодец! Так. Смотри. А что за прикол? Илю, Илю, я же точно сильнее ударил, чем вот это сейчас было. Илюш, эта техника подвела. Старый, 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 старый! Тихо! Мне нужна тишина! Слушай, а там тоже полторашка, мне кажется. Да ты серьезно! Ты не лучше меня! Я тестировал, там можно выбить больше тысячи. Полутора тысяч, это правда. Андрюха, давай! Давай, давай, спай сейчас. Андрюха, давай! Опа! Жил-слушник, 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 жил-слушник! О-о-о! О-о-о! О-о-о-о! 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 О-о-о! О-о-о! Мне кажется, он сейчас по лещае пробьет, он лещае. Давай! Стон! 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 О-о-о-о! 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 СМЕХ Юра, Мусыченко! О, это хороший был! О-о-о! И-и-и-и-и-и! Я просто скрипач. Давайте. СМЕХ Юра с этой краской на лице похож реально на... На этого, на американского бездомного. Нож ты схавай. СМЕХ Заткнись! СМЕХ Это пистолет, брат. Может, ударишь? СМЕХ Бей прямо. Прямо? Вот, блин, брак! Вот для меня прямо! Тебя поднять? Эльдар, удачи. А-а-а! Нет! Хорошо! Неплохо! Ты с нами раз! У-у-у! Итак, два человека выбили больше шести с половиной тысяч. Юра Музыченко выбил шесть тысяч пятьсот двадцать восемь. Браво! Браво! И Андрей Прокофьев выбил шесть тысяч пятьсот сорок восемь. Тем самым, став победителем. Но я думаю, естественно, если у нас в зале есть самый сильный человек на ближайшие десять квадратных метров, мы не можем не просить Алексея ударить. Если ты выбьешь больше, чем ребята, то они в следующем конкурсе все участвуют. О, кайф! А если меньше, то никто из них не избежит наказания. О-о-о! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! А-а-а! Ну, доказано! И это при том, что он всю жизнь тренируется! И зачем? Важно не только сильно бить, важно еще держать удар. Поэтому мы возьмем все ваши результаты, сложим. Именно с такой силой вас ударит огромная боксерская перчатка в испытании Держи удар! В испытании Держи удар каждому работнику нужно будет встать не только перед нашей гигантской пневматической боксерской перчаткой, но и перед непростым выбором. Какой из двадцати рычагов активировать? Ведь один из них запустит перчатку прямо в лицо. Если повезет, то когда Руслан дернет рычаг, испытатель заработает один балл, и его место займет в следующей очереди. Испытание закончится, когда один из рычагов активирует мощный боксерский удар. Визуализируйте себя на этом месте. Вы не угадали с рычагом, и случится вот это. А-а-а! Голова! А-а-а! Это просто, блин, обезбашенный конкурс! Краш-тест не прошло, по-моему. Но это манекен, это не живой человек был. Согласен. И он уже больше тридцати секунд так лежит, это рекорд. Очередность мы определяем по силе удара. Поэтому... Начинает Алексей. Нет. Начинает Андрей Прокофьев. Какой рычаг тебе нравится больше всего Андрюша Прокофьев? Андрюш, пожалуйста, выбери правильный, пожалуйста. Так, шанс, что я выберу сразу тот, который меня ударит. Один к двадцати. К двадцати. Давай двенадцать. Один. Три. Два. Один. Следующий! О-о-о! Нет! Юра заслужил. Нет! Я помню, когда на Апраксином дворе мне выбили зуб, последнее, что я видел, это как раз вот это. Какие большие грубияны там щеголяют. Давай бесконечный с ней предел. Восьмерочка. Хорош, при рождении. Ой, зря, ой, зря. Ой, зря. Юра. Чисто. Браво! Браво! Дальше у нас... Дальше у нас проблема, да. Они все остальные... Я хочу... Кто хочет? Ильдар. Знаете, в чем проблема? Он бьет мне прям в нос. К сожалению, в этом шоу у тебя нет рычага давления на меня, но у тебя есть восемнадцать других рычагов, поэтому... Какой из них? Первый. Три, два, один. Ну почему он не полетел? Почему он не полетел? Один. Безопасен. Чего ты мне сделаешь? Игра продолжается. Даня Крастер. Да. Твой черед. Какой рычаг тебе симпатичнее? Цифру надо выбрать, да? Да, цифру. Желательно. Семь удачная, давай. Семерочку хочешь? Да, это ко мне ближе. Вот это. Все, мне кажется, это точно. А сработает рычаг вы узнаете после рекламы. Да! Что ж, много всего интересного было на Кликлак-шоу сегодня. Уже три человека дернули рычаг, и никто не получил огромной боксерской перчатки, что, в принципе, странное везение для вас. Даня, пожалуйста, напомни, какой рычаг ты выбрал? Номер семь. Семь? Ты уверен в своем выборе? СМЕХ Не очень! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Еще старенький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ Я хочу спросить у вас, мне выбирать ту самую цифру? Да! Ошибись! Так, ладно, хорошо. Шесть. Андрей Старый послушался друзей и выбрал мемную цифру. Дожми ты уже! Ребят, мне кажется, наконец-то. СМЕХ Я как будто бы... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я напоминаю, что за каждый удачный рычаг, который не срабатывает, вы получаете по баллу, и поэтому есть предложение, что если вы попросите Алексея выбрать еще два рычага за свой ход, то это два дополнительных балла. Ты один будешь дергать или попросишь Лешу еще два выбрать? Три. О-о-о! Проверим удача. Кто захочет победу? Женщины 9 месяцев ребенка выносят. Эта штука тебя с одного раза вынесет. СМЕХ Давай так, как ты хочешь? Сначала первый сам выбрать? Первый я выберу. Так, смотри. Я чувствую число четыре. Я четыре дня уже не пью. Четыре раза я сегодня ходил писать. И четыре класса образования у меня. Ты скажи, когда готов. Я отсчет сделаю. Давай! СМЕХ Три. Два. Один. Ну не надо, ну хватит. Давай еще. Нет-нет-нет, мы начали играть. Давай, брат, ты как в казино. Теперь ты выбираешь ему. Я хочу тринадцать. Тринадцать? А может, шесть, шесть, шесть хочешь еще дернуть? Тринадцать. СМЕХ Давай тринадцать. СМЕХ Секунда. Тринадцатый. Давай-давай-давай. О-о-о-о. СМЕХ Так, стойте. Тринадцать. Сатир, у меня любимое число 17. Согласен? Согласен я с тем, что это любимое число? Брат, да, брат. Брат. Нормально? Брат, брат, брат. Секунда, брат, брат. Брат, давай. Подожди, задай себе вопрос. Брат ли он тебе? Брат. Три, два, один. Да ты дай мне! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У тебя 11, ты можешь заработать 11 баллов, брат. И потом пару передач вообще не приходить. Ну что, ты пойдешь на риск? Я ведь чувствую, что мне не повезет. Сейчас ты решаешь, либо ты сам один дергаешь, либо тебе Леша два помогает. Я один решаю дергать. Чему? Андрей, дай мне цифру. Два. Два. Ой. Эй, это жестко. Это все, это все, это конец. Что такое? Это дурак, какой два, какой два? Ты мог выбрать что-нибудь, что бьет? На тебя нельзя положиться? Кто за то, чтобы я выбрал один раз? Я. Пожалуйста. Кто за то, чтобы я выбрал один раз и два раза Алексей? Я. Они тебя, Юра, любят, любят. Но история и жизнь учит, что у большинства идти на поводу нельзя. Нужно думать своей головой. Это вам урок. Одного раза бал. Так сколько? Три, три, конечно. Какой первый? Девять. Девять. Это к тебе ближе. Позволите? Я позволю, да. Маэстро, можно? Конечно. Обратный отсчет. Три, два, один. Удар! О-о-о-о! Отлично, отлично. Правда, еще два нужно выбрать. А что мы-то радуемся? Давай два. Давай сам, да. Я думаю, ты можешь сам. Давай два. Двадцать. Давай, три, два, один. О-о-о! О-о-о! Что ты! Хорош! Ну, я прям чувствую, что на этом все. Помните, я там какие-то забывал вам детали конкурса рассказывать? Еще одно правило вспомнил. Кого ударят, тот всех баллов лишается. Может, тебе, Руслан, пора валить уже? О-о-о, а может, тебе пора за хеттерс? СМЕХ Я предлагаю лучшие футболисты мира выбирают число 10. Может, 10? Имейте в виду, Алексей, это на вашу совесть. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Удар! О-о-о! Да! Кормальный! О-о-о! Это все благодаря вам! Ильдар, осталось 8 рычагов. Напоминаю о удобном правиле. Можно сразу 3 балла получить, если ты используешь 3 рычага. Ну, смотри, осталось 8, а было бы достаточно глупо выбрать сейчас 3. Но не помню, чтобы я вообще какие-то умные поступки совершал. Это исповедь сейчас началась? Да, я хочу пойти в Ол-Инн и взять 3 балла. О-о-о! Три рычага. Первый выбираешь ты. Два остальных выбирает Алексей Столяров. Окей. Цифра 3. Эльдар! Эльдар, держись! Я хочу на тебя спустили! Один. Чего? Да ты серьезно? Да сколько можно уже? Можно еще 7. Давай, давай, добьем Эльдара. Добьем его. Добьем ли мы Эльдара, зависит от Алексея. Смотря что он выберет. Слушай, нас было 5 шоу, я предлагаю 5. Вот будет обидно, если сейчас меня вынесет. Три. Два. Один. Да! 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 Дмитрий, пожалуйста, не выбирайте больше три. Я вас очень прошу. Вот все выбрано, Рус. Ну смотри, в целом не все, еще 6 осталось. Давай ближайшую к себе. Вот это, я тоже думаю. Поменять? Нет! Не знаю! А давай на Эники-беники. Давай. Эники-беники ели вареники. Он слишком мало знает. Он с детства дальше так и не запомнил. Так, 15. Подожди, секунду. Ты реально думаешь, что все стихотворения – это вот как название, и дальше нет ничего? Нажимайте, это слишком волнительно! Три. Два. Один. Да! О, круто! Так, есть он, и все. Да! Нет, ну сейчас, больше. Да, старый. Давайте подержим Даню. Отправим его в дальний путь, наверное. Сколько осталось? Пять. Надо было сделать так, но сейчас уже пять. Просто если тебя снесет, ты все баллы теряешь. У тебя на данный момент один балл. А, ну давай три! О-о-о-о! 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 Я поступлю еще безумнее. Называйте цифр. Одиннадцать! Играем по-крупному абсолютно безумно. Одиннадцать, давай! Считаю до одиннадцати. Давай! Один и еще один. Дол! Да ладно, там нету ее на самом деле. Дань, давай девятнадцать. Давай! Три! Два! Один! Дол! О-о-о-о! 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 О-о-о! О-о-о! На всякий случай я зрителям скажу, что действительно есть рычаг, который спускает эту перчатку. Просто ребятам так везет. Мне почему-то, парни, кажется, что я ничего не знаю, но мне кажется, 14 это тот самый рычаг, который ударит. Запомнил? Это тебе важно. Даня, давай, раз трясну. Нажимай его! Какой? Это ударит точно. Какой? Это сто процентов. Давай! Блин, он ударит. Давай! Давай, 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 ударь! Три! Два! Один! Да! Да! А-а-а! 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 Там точно есть! А-а-а! Да почему я? А-а-а! Почему я? А-а-а! Почему я? А-а-а! А-а-а! Так-так-так! Андрюха, у тебя целых 50 процентов. Это много процентов? А если бы от Твиттера, то да, это было бы много. Хочу, чтобы тебе повезло, потому что это одинок двум. Я думаю, что Старого точно вынесет. Ты думаешь, вынесет? Я думаю, он выберет 18, его вынесет. Мой психолог мне говорит, что я себя все время снимаю ответственность. Я боюсь ответственности. И сейчас я вообще не имею в виду ответственности. Братишка, давай я нажму. Какой ты выбираешь рычаг? Подумай очень сильно, потому что у тебя на это есть целая реклама. На всякий случай напоминаю, что один из рычагов на этом ящике спускает огромную боксерскую перчатку. 18 из 20 ребята уже спустили, осталось два рычага. Один из них должен выбрать Андрей Старый. Если он угадывает твоего места, с гарантированным ударом огромной перчатки в полтора метра получает Илья Сатир. Андрей, мне нужно услышать тебя в 16 или в 18? Сейчас я сердцем почувствую. Я знаю, что я выберу дату, когда у меня был первый секс. Я думаю, что Леша будет дергать в любом случае. 18. Серьезно? Не в 16? Да, я играл в видеоигры. Обратный отсчет. Три, два, один! Да ладно! Как ему повезло! Как тебе повезло! Да ладно! Пацаны! Будущая жижа! Пацаны! Подождите, но это невозможно! Это невозможно! Это все постанова! Я с самого начала знал, что это 16. Я прям кричал кому-то, ну там, 16 давай! И я не понимаю, в чем прикол. Ну, понятно же, что типа я проиграл. Может, не надо ебить. Нет, я тебе больше скажу, тебе еще и выбрать число надо. Ладно, дай тебе 9! Там, помните, был вот этот пердык с искрами? Ага. Возможно, это была она на самом деле, но там что-то, ну, не пошло у ребят. Сломалось. Они еще это время такие... Интересно, в чем закончится? Ну, как такое положение, что все до конца прошли, одна осталась вот эта беспондовая? Илья, есть разница все-таки. Ребята, когда дергали, они не знали, что случится. А ты точно знаешь, что случится. И от этого вдвойне стрёмно. Это уверенность. Это самое главное для того, чтобы держать удар. Три, два, один. Подожди! Почему так жестко? Вот и все! Вот и все! Леша погнул рычаг. Да, я настолько хотел назад. Это ты думал, что сильнее меня ударит от этого, да? Впереди вас ждет еще много спорта, потому что все-таки Леша с нами, главный спортсмен. Вы все участвуете в следующем большом испытании, которое мы заготовили, в соседнем цехе. Но порядок мы определим в жеребьевке. Перед каждым работником лежит мышеловка с кусочком сыра внутри. Задача элементарная – достать сыр без помощи рук. Это не нормально! Как и в прошлой жеребьевке, здесь важна скорость. Кто быстрее выполнит это задание, сможет первым выбрать инвентарь для прохождения следующего испытания. Итак, на счет три, два, один. Да нахер. Это жестко. Опа! Ой, Крастреру капец, все. Ну что вы так трясетесь-то? Что? Он хитрый. Это… Как он это сделал? А-а-а! Так, Крастр съел. Я не могу это делать! Крастр есть, Ильдар получил. Это очень больно. Тем временем Юра аккуратно посасывает сырок. высшее образование работа в театре долгий брак дочь машина загородный участок это мне ничем не помогло просто чуть-чуть концентрируешься и очень страшно только ильдар обосрался как всегда я же не понимаю как это действует да не качайте блин ребят если язык при всеми тут уже все я не могу поверить на наш андрюс прохватил правил третьим кто это видел ему понравилось звоните мне так обидно я вообще был уверен в своей победе я такой щас я как будто смотрю очень странный спектакль детский как это страшно я не могу больше это просто какой-то дикий безумный ужас просто жалуешься на сыр а ничего не делаешь я не хочу это делать ильюха не будь тормозной работой губой сейчас смотивировал спасибо рекламная пауза была старый просто использую голову я с пингалом завтра буду можете не орать мне кажется старый не понял до конца что надо так ладно такая очень очень нервная мышка да у мышки целая квартира во рту поэтому естественно и не хочется варежка у него там на шесть нулей смотри смотри что делает смотри смотри андрей кукухет ехал андрей работа хватит дуть мы на федеральном канале господи как он жил один ему было скучно эх один остался да пацаны кота кто ничего не видел чтобы ускорить все это жалкое зрелище мы перезаряжаем мышеловку ильдара на скорость кто быстрее съест сыр ильдар джарахов и илья сатир время пошло ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присматриваются. Ой-ой-ой! Давай-давай-давай. Эльдарка-язычок! Эльдар так хорошо работает языком! Курсы, курсы. Курсы мышеловок. Забавно, что они делают совершенно одинаковые движения, просто разными частями тела. Каждый своим самым нежным органом работает. Она там висит на сопельке, смотри. Господи! Быстрее! СМЕХ Сколько ты его ударил уже там раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Не у тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно. А зачем ты мышеловку трогаешь? Потому что она от меня съехала. Как жена моя. А вы поссорились? Сатир свободен, кстати, да. СМЕХ О-о-о! 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 Мы определили очередность, в которой они выбирают свой транспорт для финального испытания в этом выпуске Крик-клак-шоу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это ваши снаряды для ускоренного прохождения следующей трассы. Первый был Даня. Быстрее всех съел сырок, поэтому выбираю, что тебе поможет. Юра! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот из центра, из центра, чтоб все развалилось. Эльдар очень расстроился. Да, ставь его рядом с собой. Юра, что тебе нравится? Мне очень нравится ходули, если не против эльдар. Да, конечно. У меня был единственный шанс. У тебя был шанс взять велик и ролики, и ты взял ходули. СМЕХ Юра, у тебя нога недавно только починилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже? Это результат! Поэтому возьму-ка я не ходуля. Я возьму одну ходулю. Нечосик. Неплохо. Это, кстати, умно. Андрюша, мой выбор. Андрей, я столько роликов видел, как люди зубами падают. Она не выстрелит мне в грудь. А у тебя знакомых не было, кто зубами падал с ней? СМЕХ Ты же блогер, бери ролики. Всё. Я взял ролики. Ролик. На ролик, как я катался? Хорошо. Это как самокат. У меня разрывается мое нутро. Между ластами самокат. Человека помощи просит, у него нутро разрывается. Если других проблем нет, то это прекрасно. У тебя что-то между ластами разрывалось. Мы понятия не имеем, что нас ждет. Ты сразу в курьеры устроился. Пять звезд, чаевые, 49 рублей. Так, ну что, я, да? Я хочу смотреть вот это. Он же детский. А прикинь, тоже курьеры на таком. СМЕХ А почему? Это если ты на втором этаже живешь, очень удобно. Он тебе в окно просто... Ушак, баус! Вьетнамский флэшбэк с перчатки. Нет, это из клипа Satisfaction. Дай покажу. Или какая-то штука не брала. Какая-то очень опасная. А вы же еще и рабочий у нас, да? Слушайте, ну... Велик, да, еще нельзя? Попробуй велик, да. Если я сейчас так же на велике поеду... СМЕХ Мы с тобой больше общаться не будем. Это уже совсем плохо. О-о-о! Вот он. О-о-о! А ведь он не умел. Он не умел раньше. Сатира. Это было так красиво. У-у-у! У-у-у! Как ты думаешь, кто из них уходал, а кто нет? У меня есть ощущения, что те, кто прогибали, выбрали лучший транспорт. Мне почему-то кажется, что Юра Мазыченко и Андрей Старый выбрали идеальное. То есть там нужно будет либо плыть в воде, либо перепрыгивать. Что-то перепрыгивать в воду. Либо ставить палки в колеса, пожалуйста. Да. Угадали ли ребята с транспортом, мы узнаем в нашем финальном конкурсе. Забег под названием липучий случай. Ай, парни, кажутся я в лип. Опять липучий случай. Пожалуйста, отдерите меня. Опять липучий случай. В задании липучий случай испытуемым нужно преодолеть клеевое поле, используя тот инвентарь, который они сами себе выбрали. Мне кажется, Старый точно останется. Как говорится, Старый склеит ласты. Чем быстрее справится, тем больше баллов заработают. Первое место получит три балла, второе два балла, а все, кто справится хуже, но сумеют преодолеть поле, получат один бонусный балл. Леша, кого первым пустим? Я хочу, конечно же, вот Даня Крастер со своим трактором, мне кажется, идеально сейчас подойдет. Эй, ну-ка, трактор делал дыр-дыр-дыр. Эй! Давай! Ощущения, кому-то он прикалывается, да? Там сзади уже пробка. Это неплохо, прыгнул, кстати, в длину. Мне кажется, Даня может попытаться продолжить. Даню надо хорошенько отодрать, помогите ему! Порвал себя! Все! Ради победы! Хватит! Это нормально, что такой клей реально жесткий? Это суть испытания, понятно. Нет, все. А как его забирать-то отсюда? А правильно, что с ним сейчас можно делать все, что угодно? Да, Даня очень удобно расположился, я вижу. Смогут ли его обогнать другие участники, мы узнаем после рекламы. Да блин! Возвращаемся в наш залипательный конкурс. Даня, тебе удобно, надеюсь? Я влип. Даня, ты в моменте! Насколько удачно получится у остальных участников, мы узнаем. У Леша кто будет следующий? Давайте вот Андрей Прокофьев. Андрей, ты готов? Да! Если он падает, разбивает нос и течет кровь, мы же не останавливаем съемку? Куда кровь течет, там он и закончится. Там заканчивается. Как будет конечность, если ты упадешь до клея? Бам-бам-бам-бам-бам! А у вас не частный случай? Блин, профессиональный роллер, реально! А трюки умеешь? Конечно! Это мой первый трюк, погнали! Давай кикфлип! Где-то сейчас плачет! Все-все-все! Ой-ой-ой! Смотри, едет! Хорош! Чапка-чап! Пуля! Финиш близко! Ну протяните чуть-чуть! Кувырок! Он надеется, что у него нога оторвется и она долетит дофига. Он пытается коньи отбросить! Попу режет! Я последний раз такое видел на вписках в подростковом возрасте. Вписок нет, есть только влипка. А кто следующий участвует? Ваюра. Господи, мне страшно! Правильно! Все! Так просто? Этот мужчина решил идти по головам! Это талантливо! Да, носок! Это талантливо! Он сейчас... О, нет! Но это не запрещено правилами! Это не запрещено, да. Ай! Пошел на... Браво! Юра, иди к нам! Юра! Юра, давай сюда! Круг почетный к нам! Красавчик! Красавчик! Умеет других людей использовать! Эльдар Джарахов! Вау! Ты начинаешь! Мне нужна ваша поддержка, ребята! Эл! 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 Странная собака! Главная твоя проблема – толкание ногой! Тебе надо один раз очень сильно оттолкнуться! Все, понял! Угу! Ого! Так это легко! Это же легко было! Спасибо за поддержку! Она помогла мне! Даня, как думаешь, разбегаться? Конечно! Это очень поможет в ластах! Или на пяточках пробовать! Старый, лучше ныряй! Что, попробуем на пяточках? На пяточках! Разбега давай! Last of us! ЛЕЙ СМЕЕТ gym СМЕЕТ Старый чуть-чуть! Не сработал план… Осталось до маленько! Ха-ха-ха-ха-ха! Старый, окей! Следующий план какой? Ха-ха-ха-ха! Ой-ой-ой! Кто-что знал-то? Оно схватилось просто невероятно! Намертво… Теперь прыгай бочиной сразу! Попробуй прыгать бочиной! дальше ребят да не дадут тебе денег шапку теперь он не допрыгнет до шапки на ней волосы снимаем и знаем это пари до халк выходит такая эта схема тоже рабочая он один раз так через лужу переходил он просто в обычной одежде был когда с мамой в детстве новые джинсы она тебе купила и говорит ты только носи аккуратно не не то на рынке на картоночке мерить все а какой у него костюм теперь продиффинировать пожалуйста ой многие думают в чем сложность моего транспорта а я отвечу у этого велосипеда нет седла да не достанься ты никому вот какой ты человечек да господи как он плохо китай ребята а сейчас я всех славна моя на карточкуfs т ami свари monkey творит Засчитайте, видите, там колесо за чертой. Это я. Нам сейчас потребуется небольшая пауза, чтобы отодрать двух участников. И мы переходим к подсчету баллов за весь выпуск. Надо узнать, кто все-таки финальное наказание получает на Крик-клак-шоу. Кажется, теперь мы можем смотреть ваши финальные баллы за выпуск. Поздравляю, Эльдара. 9 баллов. А на последнем месте у нас сразу два человека. Андрюша и Илья Сатир. Пожмите друг другу руки. А также я пожму руку. Леша, спасибо за участие. Спасибо, спасибо. Было очень круто, ребята. А может, планочку на прощание? А какую теперь еще придумаем? Планка, шнежинка. Поздравляю. Спасибо, спасибо большое. Что-то пошло не так. Я забираю Андрюшу и Сатира на финальное наказание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот они, вот они наши проигравшие. Как вам там, хорошо? Нет. Если это наказание, тогда я буду проигрывать. А-а-а, мы знали. Главный победитель, я считаю, это зрители сегодняшние. Надеюсь, вам понравилось, и вы обязательно вернетесь через неделю на Крик-клак-шоу. Это Крик-клак-шоу. У тебя что, с собой линейка какая-то? На айфоне, да. Или это гвоздик? Ты что, строитель, Андрю?